Одним из опасных проявлений конвективной деятельности, связанной с образованием кучево-дождевых облаков, наряду с грозами, шквалами и ливнями, является град. Выпадение града считается одним из наиболее опасных явлений погоды, но особенно опасен град в двух случаях. Во-первых, когда градины очень крупные и достигают размера в 6-8 и более сантиметров, а весят до 150-200 и более граммов, и тогда случается градобой, который разбивает крыши домов и хозяйственные постройки, повреждает автомобили и может привести к гибели животных и людей. А во-вторых, когда градины небольшого размера, но количество их столь велико, что они покрывают землю сплошным белым ковром до 5 и более сантиметров толщиной. Его основная опасность, помимо механических повреждений, в том, что из-за долгого периода таяния он может привести к полной гибели урожая и зеленых насаждений. Вот такой градовый шторм и наблюдался 4 августа 2021 года в Лабинском районе Краснодарского края. При прохождении атмосферного фронта там отмечались грозы с ливневыми дождями, шквалистый ветер и град. Непогода бушевала сравнительно недолго. По словам очевидцев, всего 15 минут хватило для того, чтобы напугать жителей и нанести заметный ущерб. В районе повалены деревья, поломанные ограждения и заборы, частично разбиты крышей. Несколько домов и улиц остались без подачи электричества из-за оборвавшихся проводов. Автотрасса Лабинск-Армавир в считанные часы превратилась в участок с поваленными дорожными знаками и щитами, обломанными ветками деревьев. Местные фермеры и муниципальные власти уже подсчитывают ущерб. И это при том, что служба градозащиты выпустила по грозовым очагам из градобойных установок более 400 снарядов, чтобы избежать еще более серьезных последствий. Как результат, осадки выпали, но небольшого размера и очень обильные. По информации специалистов был зафиксирован град размером до 8-10 миллиметров. Вань, ну Максу не повезло, вообще никак не повезло. Вся соя вот такая стоит. Все накрыло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok